Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт visa.ru, с пляжа Нунгви. И давайте в этом видео я расскажу, что нужно знать, если вы первый раз едете в Занзибар, планируете поездку, так как сейчас эта страна одна из немногих открытых для прямого перелета и выезда россиян. Так что нужно знать при полете в Занзибар, визу вы можете, первая визу вы можете сделать в аэропорту, джамбо, визу вы можете сделать в аэропорту, либо заранее онлайн, стоимость визовый сбор 50 долларов. Если хотите, можете обратиться к нам, чтобы мы вам оформили визу онлайн, вы не стояли в очереди в аэропортах. Смотрите подробнее видео, правил въезда в Занзибар, какие очереди. Второй момент, в Занзибар, когда лучше ехать в Занзибар? На Занзибар лучше ехать, у них бывает большой сезон дождей, это весна, в это время лучше не ехать. Вот сейчас середина ноября, октябрь и ноябрь, где-то до второй, ну вот сейчас конец ноября, небольшой сезон дождей. По мне это самое классное время для отдыха на Занзибаре. Почему? Потому что не бывает изнуряющей жары и постоянного солнца, зимой оно будет еще жарче, сейчас, например, 30 дней днем солнце очень сильно греет, очень быстро загораешь, некоторые сгорают. По мне, поэтому, когда, например, пройдет 5 минут дождь, дождь не идет долго. Это небольшой сезон дождей, то есть может за день пройти два раза по 5 минут дождь, побыть чуть-чуть облачков. Вот реально, кто здесь находится долго, как мы, да это уже за счастье. Так что в октябре-ноябре мне нравится на Занзибар, я вам рекомендую ехать. Можно ехать зимой, это считается у них самый высокий сезон, но становится еще жарче, 32, 34, 36 даже днем. И вообще не бывает дождей и очень мало облаков, что, например, мне очень не нравится. И также летом можно ехать на Занзибар, здесь прогоды попрохладнее чуть-чуть летом, тоже хороший нормальный сезон. То есть для зимнего отдыха Занзибар подходит со второй половины марта, начинается сезон дождей, ехать большой сезон дождей, когда дождь может идти целый день, и ехать сюда не стоит. Третий момент. Какие деньги брать на Занзибар? На Занзибар берите лучше крупные купюры по 100 долларов наличными и новые купюры с голубой полоской. Кто ездил отдыхать в другие страны Азии, Вьетнам, Индию знают. Я не знаю почему, но они их меняют по более выгнанному курсу, чем, допустим, деньги, выпущенные до 2006 года, 100 долларов, без голубой полоски. Также мелкие купюры, они меняют тоже по менее выгодному курсу, чем крупные. Карточки. Вот банкомат, чтобы снять карточки, тут еще надо поискать, он возьмет с вас комиссию, лучше везите наличности. Если что, банкомат, спросите, где банкомат, вам гиды подскажут, но возьмут комиссию за обналичивание денег. Лучше брать доллары, 100 долларов новые купюры. Четвертый момент, что еще нужно учитывать перед поездкой на Занзибар? Обязательно вот этот момент, сделайте сразу солнце, здесь очень-очень жестко, и вы можете быстро очень сгореть, причем за 30-40 минут, в первые дни намажьте, пожалуйста, все тело кремом, не находите долго на солнце, иначе можете сгореть. Это очень важно, солнце здесь шпарит даже больше, чем в Египте, больше, чем в Индии, в Вьетнаме, Таланте, очень такое опасное солнце. Берите с собой всегда воды, старайтесь в первые дни натираться хотя бы защитными кремами, я вот даже 70 защитный крем взял, натираю сим. И также можете надеть, вот купите здесь такие хлопчатобумажные, такие небольшие из Коттона, рубашки с капюшоном, которые защитят вас от солнца. Если поедете на сафари, обязательно одевайте какую-нибудь закрытую одежду, тоже, чтобы не сгореть, не обгореть. Это очень тоже важный момент, давайте я пойду назад, а то там уже впереди скалы, вон, и проход по воде. Пятый важный момент. Вообще вот есть миф, что на Зандибаре Африка здесь опасно, антисанитария грязь. В туристических районах, вот я иду, погуляю по пляжу Нунги, вот сами видите, за мной абсолютно никакой грязи, никакой вот присущей Африке, даже не веришь, что ты в Африке, нету белый-голубой песок, волн нету, население дружелюбное, адекватное, в туристических местах все понимают английский. Например, пляж, допустим, чище, чем в Индии. Вьетнам, Таиланд не хуже, однозначно. Ну, опять это по мне, конечно. Что я могу сказать? Поэтому вот сразу хочу эти мифы развеять, что Африка грязная. И в туристических местах этого нет. Да, я был в самом Зандибаре, специально ушел даже от Стоунтауна подальше, чтобы посмотреть, как живут африканцы. Грязно, уровень жизни низкий. Ну, как турист, если вы поедете отдыхать и сами сильно туда не заходите, вы не попадете в туристических местах, этого нигде ничего нет. Так что можете ехать спокойно, отдыхать. Перелет сюда длится 9 часов. Прилетайте прямо на остров Зандибар до ближайших пляжей. Ну, кому сколько, кто живет, например, в Стоунтауне или рядом, 10-15 минут, например, до Ногви, до Кендвы. Ехать, вот мы ехали на такси полтора часа, это самый край острова. Самую его западную часть. Что еще нужно знать? Приливы и отливы. Если вы хотите, чтобы у вас было всегда такое море, а не идти, допустим, по водорослям, километр, или с утра вы можете купаться, а после обеда вам нужно идти по водорослям, по грязи пою, выбирайте пляжи Нунг, Викендвы. Здесь нет таких больших приливов и отливов, из-за этого, кстати, цены на жилье подороже. Так что, если вам нужно море, вот мой вам совет, допустим, есть даже пятерки в каких-нибудь других местах, но если вы едете купаться на море, лучше чуть-чуть переплатить, или возьмите, например, за эту же цену четверочку, троечку, в Нунгве или Кендве. Вот я сейчас гуляю в Нунгве, чтобы у вас не было приливов и отливов. Цены на Занзибаре. Еда на Занзибаре стоит где-то 7-8 долларов блюда. Цены подороже, допустим, чем в Индии, во Вьетнаме. Как мне местные объясняли, из-за того, что здесь очень высокие налоги, все, кто связан с туристической сферой, например, кто сдает байк, отель, они платят очень высокие налоги, и избежать их не удастся, полицейские всегда ходят и проверяют. Из-за этого, кстати, вот аренда байка здесь дорогая, от 15 долларов в сутки. Хотя вроде страна Азии тоже довольно дешевого жилья, например, для проживания всю зиму, тоже сложно найти. Например, во Вьетнаме вы можете найти от 200 долларов, можете найти в Индии от 150 долларов здесь, где-то... Я слышал историю, от 350 находили вместе, но от 500 долларов, следовательно, в сутки жилье тоже достаточно дорогое. Что вам я рекомендую еще сделать? Например, если вы не уверены в вождении, не берите машину или скутер, потому что... Или не ездите в темное время, не из-за того, что вас ограбят кто-то или остановят, а из-за того, что здесь нет вообще освещения на дорогах. И в темное время суток, только в Стоунтауне, вы будете ехать по темноте, а будут ехать по обочине велосипедисты без фонарей, могут идти люди в темной одежде, которых тоже очень достаточно сложно увидеть. Поэтому ехать некомфортно. Если берете движение левосторонние, нужны международные права, если берете машину или скутер, то лучше ездите в дневное время и возвращайтесь, ну, не возвращайтесь ночью. Просто сложно и неудобно ехать. Я вот езжу от Ненгки, Кендвы до Нунгы, например, в вечернее время, не более 40 километров, так как реально постоянно кто-то идет перед тобой, может перейти дорогу, велосипедист, которого сложно различить. Вот такие вот моменты. Я бы вам рекомендовал съездить. Если есть у вас возможность, съездите из Занзибара финансово именно на сафари. Очень классно. Если не были, допустим, в Африке, хотя бы на одноневле, начинается от 300 долларов, где-то от 300 до 550 долларов. Я бы рекомендовал. Есть различные экскурсии, например. Можете съездить, посмотреть дельфинов, реально увидите дельфинов, много, посмотрите мое видео. Можете в Нунгы, например, есть аквариум, покупаться с черепахами, стоит всего 10 долларов. Большие черепахи могут, детки их покормить, взрослые поплавать рядом, если захотят. Также еще рекомендую съесть на экскурсию либо сами в город Стоунтаун, это средневековый город, в том числе Занзибар был бывшей английской колонии. И также там есть рядом остров Призын Айлон, где живут большие черепахи. Посмотрите видео про поездку мою в Стоунтаун, на Призын Айлон, тоже для детей, будет интересно и полезно. Стоит ли ехать сюда с детьми? Еда в отелях нормальная, еда в кафе нормальная. Вот, кстати, в кафе чисто, не стоит переживать, чище, чем, я говорю, во Вьетнаме, в Индии. Именно в кафе, на пляже, в туристическом месте. Единственное, следите, чтобы детки не обгорели, ну и длительный перелет. Честно скажу, я сам был в приятном восторге от Африки. То есть, вот, как вы видите, голубой пляж, песок, все чисто, цивильно, культурно. Люди отдыхают, местные жители очень доброжелательны, они радуются туристам, так как туризм – это основной доход для них. Так что, если у вас есть возможность, если вы думали ехать или не ехать, я вам советую, по крайней мере, съездить по туру, посмотреть, думаю, не будете разочарованы. Но все-таки стоит учитывать, что это Африка, то есть здесь вам, естественно, не европейский уровень отдыха, а если вы были, то есть, допустим, в Гуаву, в Вьетнаме, в Таиланде, примерно то же самое. Сразу скажу, почище, получше, подороже. Допустим, давайте сравним с Гуа. Почище, получше, но и подороже, чем в Гуа. Все, всем пока, на связи был Борис Скалов с сайта визсам.ру. Я вам дал самые основные советы, что стоит учитывать при поездке в Занзибар. В первый раз для кого-то, возможно, помог ответить на вопрос, стоит ли вообще ехать на Занзибар. И до встречи в следующих видео. Пока-пока. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подпишитесь на наш канал, так как здесь я буду делиться видео с самого места событий, то есть не по картинкам, как другие туропера, я сам путешествую, живу в различных странах мира. Так что, как вы видите, я вам про Занзибар рассказываю именно из Занзибара, а не из офиса в Москве. Ну все, всем пока, до встречи в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok